Сокровище небесной сущности императорский лотос могло производить бессмертную сущность восьмого ранга, а его владелец, преподобный бессмертный лотос бытия, был преподобным самыми большими запасами бессмертной сущности. С тех пор как преподобный бессмертный лотос бытия начал свою культивацию, ему, казалось, никогда не приходилось беспокоиться о первобытной или бессмертной сущности. Напротив, его враги часто попадали в неловкую ситуацию, расходуя всю свою первобытную и бессмертную сущность в борьбе с лотосом бытия. В настоящее время Фан Юяню не хватало бессмертной сущности, и это задерживало его восстановление. Чтобы исследовать царство грез, ему нужна была бессмертная сущность. Чтобы культивировать путь души, ему нужна была бессмертная сущность. Он потерял много своих бессмертных гу, и их нужно было усовершенствовать. У него было много бессмертных гу низкого ранга, которые нуждались в повышении. Поврежденные бессмертные гу нужно было восстановить с помощью методов пути усовершенствования, для чего также требовалась бессмертная сущность. Из-за нехватки бессмертной сущности он должен был приберечь последние крохи на случай непредвиденных ситуаций, поэтому Фан Юянь мог лишь отложить эти задачи на время. Только потому, что сложность создания комбинированных убийственных ходов была очень мала, он едва справлялся с этим. Проверка новых убийственных ходов, несомненно, требовала бессмертной сущности, но это было в пределах допустимого. Помимо накопления бессмертной сущности и вычисления комбинированных убийственных ходов, Фан Юянь занимался перемещением ресурсных точек, а также сортировкой бессмертных материалов. Все ресурсные точки небесных гротов двух небес, которые можно было перемещать, были перемещены Фан Юяним. В конце концов, эти небесные гроты находились на двух небесах, они должны были защищать огромную территорию и не смогли бы вовремя защититься от вражеских атак. Бесчисленные бессмертные материалы были отсортированы и хранились в нескольких хранилищах внутри суверенной бессмертной апертуры. Фан Юянь подражал небесному суду и построил несколько больших открытых хранилищ, а также несколько очень ценных скрытых хранилищ. Вариантные гу бессмертные пользовались благосклонностью небесной воли и были по-настоящему богаты. Среди ресурсов наиболее обильными были бессмертные материалы пути дерева. Поскольку Сиахэцзяни великий мудрец зеленого леса были миниатюрными людьми, кроме них существовало еще два небесных грота пути дерева. Естественно, было много бессмертных материалов и других путей, но что приятно удивило Фан Юяня, так это то, что он смог получить бессмертные материалы пути удачи, причем в поразительных масштабах. Например, древний опустошающий зверь пути удачи, катящийся кот, собрав всех, Фан Юяня обнаружил, что собрал их несколько десятков. Эта маленькая кошка была чрезвычайно изящна и могла кататься на вытянутой ладони взрослого человека. С белоснежным мехом, нежными коготками и большими блестящими черными глазами кошка выглядела очень мило. Ее мурлыкающий звук также был очень нежным, мяу-мяу-мяу, от которого сердце слушателя замирало. Там также был удачливый нефрит, это был бессмертный материал восьмого ранга пути удачи. Он время от времени испускал ослепительный свет и содержал огромное количество знаков до пути удачи. Вода зубной щели была еще одним материалом пути удачи. На вид она ничем не отличалась от обычной родниковой воды, но если ее выпить, то она застревала в щелях между зубами. Это было не только крайне неприятно, но и резко снижало удачу гу бессмертного. В альянсе вариантных людей нет никого, кто культивировал бы путь удачи. Но эти люди смогли развить утопию вдали от правления человечества, они уединились от мира и размножились, их удача, естественно, будет высока. Не говоря уже о том, что им благоволит небесная воля. Фан Юань тщательно размышлял, имело смысл получить эти бессмертные материалы пути удачи. Эти бессмертные материалы пути удачи были очень ценны для Фан Юяня, и они пришли в нужное время. Ведь ему нужно было продвинуть множество бессмертных гу пути удачи, но он поднял ранг только котла приготовления удачи. Ранг котла приготовления удачи был слишком низок для нынешнего Фан Юяня. Фан Юань предполагал, что в будущем он получит большое количество бессмертных материалов и даже бессмертных гу. Ведь пленники гу бессмертные Восточного моря все еще были заперты в суверенной бессмертной апертуре. Письма с вымогательством Фан Юяня уже были разосланы во все крупные силы Восточного моря. После того как главы праведного пути Восточного моря получили письма с вымогательствами, они отправили их предку Моря Ци, надеясь выслушать его мнение и попросить его принять решение. Предок Моря Ци только что закончил обход всех союзных ему небесных гротов двух небес и поглотил все фрукты Ци урожая. В настоящее время его знаки ДАА Пути Ци перевалили за 2 миллиона. Меньше чем за полмесяца сила клона Моря Ци выросла с шокирующей скоростью. Клон Моря Ци не афишировал и скрывал это до поры до времени. Если эти оставшиеся фрукты Ци урожая смогут вырасти снова, это будет хорошо. Втайне надеялся предок Моря Ци, но он знал, что вероятность этого невелика. Фрукты Ци урожая появлялись благодаря приливам и отливам Ци. Почти все небесные гроты сидели на небесных венах, поэтому у них были большие проблемы с этим. Во время битвы с Фан Юанем приливы Ци пяти регионов не показывали никаких движений, что означало, что слияние Ци пяти регионов близко к завершению. Предок Моря Ци также размышлял о своей собственной культивации. Он не испытывал недостатка ни в знаках ДАА, ни в бессмертной сущности, но в убийственных ходах. У предка Моря Ци было лишь несколько презентабельных убийственных ходов. Хотя он получил истинное наследство первозданного истока, небесный суд был слишком хорошо знаком с убийственными ходами в нем, и их нужно было изменить. Амбиции предка Моря Ци, естественно, не ограничивались только этим. Он хотел создать свою собственную боевую систему. Одни только его убийственные ходы могли задирать некоторых экспертов восьмого ранга или слабых псевдопреподобных. Но когда ему противостояли такие люди, как Спектральная Душа и Герцог Лун, ему нужна была отличная боевая система. Главным фактором, влияющим на силу Гу Бессмертного, был уровень культивации. Но также влияли убийственные ходы, бессмертный Гу, бессмертная сущность, благоприятные условия и т.д. Например, особые убийственные ходы, такие как защитная печать обратного потока, могли позволить Гу Бессмертному обходить ранги в бою. Боевая система также была одним из факторов. Для большинства Гу Бессмертных боевая система была не нужна, ведь упомянутых факторов было достаточно, чтобы создать разницу в боевой силе и решить победу или поражение. Но для Фан Юяня и Моряцы боевая система была просто необходима. Ведь когда уровень культивации, убийственные ходы, бессмертные Гу и другие обычные факторы не могли решить победу или поражение, все зависело от того, у кого была более зрелая и выдающаяся боевая система. Письма с вымогательствами Фан Юяня совершили круг, пока наконец не попали на стол предка Моряцы. Предок Моряцы даже не взглянул на них, потому что знал их содержание. Мои травмы не из легких, мне нужно восстановиться в закрытой культивации. Одно предложение предка Моряцы заставило праведный путь Восточного моря потерять желание сопротивляться Фан Юяню. Даже предок Моряцы не устоял, кто еще мог противостоять Фан Юяню? Послушно заплатить бессмертные материалы, чтобы вернуть Гу бессмертных своего клана? Предок Моряцы снова заговорил. Я уже связался с Небесным судом, возможно, они пришлют свои войска, чтобы поддержать нас. Гу бессмертные праведного пути Восточного моря испытывали сложные эмоции и не могли ничего сказать. В конце концов, предок Моряцы был тяжело ранен, и он даже связался с Небесным судом ради них. Он не был безразличен к ним. Как одинокий культиватор, который встал на праведный путь, предок Моряцы уже сделал все, что мог. Что касается Гу бессмертных клана Ся, то они отдыхали и восстанавливали силы внутри формации Моряцы. Их первый верховный старейшина уже был убит Фан Юяним. Оставшиеся несколько Гу бессмертных стали гораздо более послушными. Раньше они не были послушными, особенно когда вариантные Гу бессмертные сбежали с Центрального континента. Тогда Гу бессмертные из клана Ся были очень счастливы и думали, что появился шанс вернуть свой дом. Результат. В результате клон Моряцы пошел на поводу их плана и воспользовался им. Их последний дом бессмертных Гу был разрушен. Их первый верховный старейшина был убит.